Всем привет! Это Миша. И сегодня я расскажу немножко об американских дорогах, американских водителях и так далее. Значит, скажу сразу, да, мои наблюдения, они, скажем так, ну, не очень, может быть, релевантны для всей Америки, поскольку живу я поблизости Нью-Йорка. Ну и, соответственно, да, то, о чем я могу говорить, это так называемый северо-восток Америки, норд-ист. Значит, пожалуй, первое, с чего нужно начать, это качество дорог. Безусловно, дороги здесь, в принципе, неплохие. То есть, качество покрытия, оно, ну, нормальное, там, да, нету каких-то вот этих ям, в которых боишься потерять колесо, нету, значит, я не знаю, валяющихся на дороге бетонных блоков. Да, привет, город Брянск. Да. Значит, в принципе, как правило, дорожное покрытие неплохое. Я слышал, что вот где-то там оно плохое было, там отремонтировали, ну, да, наверное, может быть. Однажды я ехал по трассе, и внезапно, значит, просто по трассе была здоровенная яма, и поскольку у меня машина довольно жесткой подвеской, ну, так это отрухануло вообще капитально. Вот, я бы вообще ничего сделать не успел. Ну, как бы, в остальном, она нормальная, но не идеальная. То есть, если сравнить израильские дороги с американскими, то израильские, конечно, выигрывают, потому что израильская трасса, ну, вот, ну, там практически идеальный асфальт, да. Здесь же, ну, так, там ямка, там какое-то, этот, выбоина, там какая-нибудь еще хрень. В общем, дороги все-таки здесь не идеальные. Ну, так, на четверочку. Вот, я был в Калифорнии, ну, немного, недолго, правда, я там был, но там, как по-моему, конечно, дороги получше. То есть, видимо, все-таки, может быть, и климат играет роль, потому что, все-таки, Калифорния, это юг, а здесь все-таки похолоднее, снег и прочее. Что касается дорожной сети, вот тут, конечно, Америка, просто, мягко говоря, уделывает всех, может быть, кроме Германии. Не знаю, я не был в Германии. Вокруг Мью-Йорка тут, как бы, сам Бог велел, чтобы дорог было много, но их тут действительно много. То есть, грубо говоря, ты из-за точки А в точку Б можешь доехать там по сетью разными способами, да, там, по разным трассам, и, в общем, выбор очень большой. То есть, нету такого, что вот одна дорога, там ремонт, и поэтому все не проедешь никак. Вот, например, когда мы ехали от Ниагарского водопада, а это, в принципе, часов шесть, наверное, езды, или семь даже вот до нас, нам Google провожил вначале дорогу, там, через штат Пенсильвания, а потом передумал и сказал, едете через Нью-Йорк, потому что, да, Пенсильвания и дорожные работы. Но мы в результате там потеряли, там, может быть, 10 минут, да, то есть, фактически, вот, в одну и ту же точку можно было приехать двумя, как минимум, разными способами примерно за то же время. Вот. Что касается трасс, ну, я бы их разделил на, скажем так, два типа, то есть, одни это то, что называется Interstate, то есть, дороги, ну, я не знаю, как это правильно, может быть, перевести, ну, скажем так, федерального значения, не знаю. То есть, как, они длинные, они там идут через несколько штатов, и они, в принципе, как правило, довольно обжиты, то есть, вокруг регулярно есть адгиды, так называемый сервис-эре, то есть, ну, не знаю, зона услуга, я не знаю, ну, такая, короче, там, как правило, есть где покушать, там, сходить в туалет, что-то купить, в общем, ну, все необходимое там есть. Вот. Вот, значит, и дороги, скажем так, уровня штата, которые в одном штате, как бы, проходят, и вот на них, например, когда мы ехали вот с этого Ниагарского водопада, там едешь, и вокруг, на, там, десятки километров просто вот одно и то же, то есть, машин мало, при этом дорога, да, она, естественно, будет, там, в два ряда в каждую сторону, ну, причем еще между сторонами может быть не то, что отбойник, а может быть вообще какой-то взделитель или там вообще, там, ты даже не будешь видеть, где там встречка. То есть, ехать по такой дороге вот одно удовольствие, то есть, ты просто, ну, вообще-то, это никакого стресса нет, просто едешь и едешь. Тебе надо кого-то обогнать, ну, взял, обогнал, тебе не надо для этого уезжать на встречку и так далее. Значит, что еще могу сказать про дороги? В городах, особенно в некоторых, есть проблемки, это зависит уже от города, то есть, например, самый большой город штата Нью-Джерси, где я, собственно, живу, кстати, в этом, значит, Нью-Арк, там вообще, конечно, местами что-то непонятное с дорогами, то есть, там вот дороги реально напоминают Россию, ну, причем вот в плохом смысле напоминают Россию, и там ямы, и сюда, да, так, конечно, ремонтируют, вот там недавно починили, когда половину дорог починили, половину нет, я этого не понял, но вот тем не менее. В некоторых городах там не везде есть разметка, еще что-то, то есть, опять же, нельзя назвать это идеальным, но это очень неплохо. Есть довольно неприятные моменты, то есть, во многих местах, где, как по мне, так стоило бы поставить светофор, или как в Израиле часто делают, сделать кольцо, да, в Израиле такая отличительная особенность, особенно вот в новых районах, вот, скажем так, перекресток, который напрашивается быть равнозначным, да, его просто заменяют кольцом, это не какое-то большое такое кольцо, а оно небольшое, но при этом оно существенно, как это облегчает жизнь. Здесь же часто, ну, весят знаки стоп, и ни светофора, ни чего, то есть, в общем-то, ну, немножко это нервно бывает, такое проезжать. Ну, в самих городах, вот там, где, скажем так, идет вот эта одноэтажная застройка, там, как правило, светофоров нет, то есть, там, ну, они могут быть, знаете, на главной улице, да, там еще где-то, в каких-то ключевых местах, но вот именно где частный сектор, там, как правило, 50 знаки стоп, и на этом, как бы, все заканчивается. В принципе, там, действительно, там очень небольшое движение, то есть, это, в принципе, оправданно. Что касается американских водителей, в принципе, они ездят достаточно спокойно, то есть, вот, американская трасса, да, при том, что, ну, как бы, качество дороги позволяет, ну, я так, я не говорю, что я столько ездил по ней, ну, я так сейчас прикину, ехать километров 150-160 в час, вообще, без особого, как бы, напряга, да, никто столько не едет, едет, ну, соточку 110, да, там, может быть, это все равно превышение, то есть, в милях тут ограничение, как правило, там, 55, ну, 65, а вот, ну, едут, ну, 75, может быть, максимум, вот, то есть, 100 миль в час народ тут не ездит. В плане аккуратности вождения, ну, как сказать, есть некоторые граждане, которые могут и по обочине объехать пробку, и, там, подрезать, то есть, придурки на дороге встречаются, не то, чтобы много, то есть, я не могу сказать, что прям, вот, ну, куда ни глянь, везде какой-то отморозок, нет, но бывает, в Израиле такого как-то я не видел, в Израиле просто по-тупому народ часто ездил, да, но так, чтобы, именно, вот, там, не знаю, по обочине объезжать пробку, что-то я такого не видел. Вот. Полиции много, то есть, не то, что она стоит, там, регулярно в засадах, там, еще что-то, но она есть. То есть, просто для примера я скажу, что вот тут меня остановили буквально первый раз через два месяца, первый раз, причем, меня отпустили, я до сих пор не понимаю, все-таки, почему там нельзя было разворачиваться, я развернулся, потому что я до сих пор уверен, что можно. Вот. Но полицейского что-то напрягло. Ну, он, правда, угаривал, штаб меня, с меня брать не стал. В Израиле меня, в принципе, за три года я там ездил на машине, меня, в принципе, остановили только один раз, там пожилой дядечка полицейский спросил у меня, вы не пили сегодня? Я сказал, нет, не пил, ну да, типа, хорошо, езжайте. Он даже у меня документы не спросил. Тут нет, тут все-таки, я так понимаю, более-более такая активная полиция, вот. Но, тем не менее, наверное, все-таки не настолько она активная, как в России. Что касается пробок. Ну, безусловно, пробки время от времени не случаются. То есть, если на трассе произошла какая-то авария, да, особенно, если перекрыта там одна или там две полосы, то хвост может выстроиться длинный, но, как правило, он движется. Вот. Я, допустим, недавно ехал на стадион, но, естественно, там была здоровая пробка. И в здоровой такой длинной пробке, особенно, когда люди опаздывают на игру, конечно, ну, пытаются народу где-то прощемиться, где-то еще что-то. Ну, в общем, ну, как это, ни что человеческое людям в Америке не чуждо. На дорогах в Америке довольно много грузовиков, ну, поскольку грузовики – это основная, скажем так, движущая сила американской экономики. То есть, поезда есть, и на поездах тоже что-то возят, но все-таки, так и моя большая часть товаров, она едет на грузовиках. И в Америке, в отличие от Израиля, грузовики большие. То есть, в Израиле грузовики, в основном, такие какие-то, ну, вот, не здоровые вот эти, с прицепами, тихачи, да, а что-то такое более маленькое. В Америке же, да, вот, огромные эти грузовики, они ездят, их много, но, поскольку обгонять их надо не по встречке, а просто, ну, взял, объехал, поехал дальше, по соседнему ряду, это не напрягает. То есть, в принципе, наличие на дорогах этих грузовиков, это вообще не проблема. Еще одно наблюдение. Значит, машины, в принципе, конечно, здесь в среднем больше, ну, и чем в Израиле, и, наверное, чем в России, потому что все-таки тут, я бы не сказал, что, знаете, масса каких-то вот огромных дизельников ездит и прочее, нет, ну, просто средняя машина здесь, это скорее что-то, ну, D-класса, скажем так. То есть, вот, вот, Honda Accord, это скорее средний автомобиль, да, а не Honda Civic. То есть, как бы, машин C-класса, да, их много. То есть, вот я езжу на машине C-класса, да, на Subaru Impreza, и, в принципе, я не чувствую, что у меня как-то маленькая машинка, и что я тут на дороге, как это, прям, все вокруг меня такие большие, да. Но все-таки в среднем, наверное, за счет того, что машин там B-класса практически нет, то вот средний, можно назвать D-класс. В принципе, что еще приятно, дороги довольно широкие. То есть, я не, там, ну, естественно, сам не замерял, и там каких-то гостов не смотрел, но просто чисто, вот, по ощущениям, здесь ряды на дорогах шире, чем в Израиле. И, что еще важнее, парковки тоже шире. Соответственно, ты, когда паркуешься, ты делаешь это вообще без стресса. То есть, вот, в Израиле, даже если место свободно, там не всегда можно было спокойно туда заехать. Здесь же, вот, наверное, ни разу не было такого, чтобы я вообще испытывал хоть какие-то трудности с заездом на свободное место на парковке. Часто вообще парковки идут как бы с такой двойной разметкой, то есть, грубо говоря, твое место заканчивается, а потом идет как-то, ну, там, сантиметров 20, допустим, ничейных. Соответственно, ну, даже если ты стал, как бы, около линии, да, и твой там сосед стал около линии, то, в принципе, двери вы открыть сможете. Ну, я считаю, что это, конечно, правильно. В условиях, как бы, достаточного количества места это хороший подход. Вот. На этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok